Беларусь, Казахстан, Грузия, Польша, Россия, Украина, Литва. Представители научного сообщества из многих стран объединил форум, посвященный актуальным сегодня проблемам наук о земле, а именно использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды. Науки о земле, конечно, относятся к группе региональных наук, которые должны развиваться обязательно учеными той страны, которые на территории этой страны живут. А это геология, это география, это геоэкология, это минерально-сырьевые ресурсы, проблемы их рационального использования, это почвенные ресурсы, это проблемы мелиорации, это проблемы изменения климата и адаптации к таким изменениям, и прогноза таких изменений. Это проблема загрязнения, скажем, воздуха, воды, это проблема подземных, питьевых, пресных и минеральных вот ресурсов, как их правильно использовать. Все эти вопросы поднимаются сегодня, обсуждаются на этой конференции. На протяжении трех дней белорусские и зарубежные ученые вели беседу о многом, начиная с рационального использования выработанных торфяных месторождений Брещины, закачивая международным сотрудничеством в области подготовки студентов магистратуры по экологическим специальностям, обсудить насущные, злободневные проблемы и поделиться личным, уникальным опытом. Это первостепенные миссии Большого собрания. Я представлял доклад на тему «История картографии и возможности дальнейшего развития в Вильнюсском университете». Вот этот взгляд исторический показал то, что много общего мы имеем. Жили когда-то в одном государстве, и это начало одного государства сводится к 15 веку. Новые методы, которые применяются и которые актуальны для использования и оценки природных условий, тоже связаны с той проблематикой, которую теперь мы изучаем и стараемся внедрить. К слову, в завершении научно-практической конференции была принята итоговая резолюция, а в ноябре этого года в столице страны состоится Большой съезд белорусских ученых. Таким образом, ученые, академики и профессоры подведут итоги Года науки в республике.